Могилевский аэропорт В Турцию провожала наш корреспондент Олеся Рыбалка В день первого рейса на Анталию в Могилеве дождливо и пасмурно А вот в зале таможенного контроля многие в панамах и легкой обуви Кодеку в Турции готовились непогодой, позитивный настрой и солнечные ожидания не испортить Летим за ярким солнышком, теплой погодой, хорошими впечатлениями Будет плюс 28 в Анталии Ну а здесь у нас пока, к сожалению, дождик заход Да, сегодня погода, да Просили нас привести погоду, но мы сказали по Вайберу пришлем Мы ждем, что там мы получим все, что мы хотим И тепло, и всевозможные ощущения, и всевозможные наслаждения Поэтому мы летим с огромным удовольствием Удовольствие для могилевских туристов и сам отлет без длительных трансферов прямо из Могилева И такую возможность использовали на 100% На регистрации ровно столько пассажиров, сколько может вместить Боинг 737-300, который уже на взлетной полосе Загрузка 148 человек, поэтому мы очень рады, аэропорт жив, поэтому продолжаем работать Среди отлетающих много маленьких пассажиров, и это понятно Поездка с детьми, наверное, решающий фактор, почему многие выбрали вылет из Могилева А ты знаешь, куда ты летишь? В Турцию Рад? Да От школы отдохну Пассажирские полеты из аэропорта Могилева возобновились два года назад Это были чартеры в болгарский Бургас, тоже успешные и очень востребованные Кстати, перелет из Могилева в Бургас и обратно турфирмы сегодня продают более чем по 200 евро Ведь купить можно не только путевку, но и просто билеты на самолет И на популярном сайте, где собирают различные акции, позволяющие дешево путешествовать по миру Недавно появилась информация под заголовком Что-то новое Чартеры из Могилева в Болгарию за 100 долларов туда-обратно Бывают и такие цены на горящие билеты Теперь к Болгарии присоединилась и Турция Аэропорт начинает новый сезон Но все же вылет из Могилева многие пока считают большим подарком Немножко вот как-то ехали и потеряли За столько лет Забыли, где находится аэропорт Серьезно, забыли, где находится аэропорт Даже непредсказуемо, что с нашего аэропорта и мы летим Направление Могилев-Анталия начали прощупывать еще с прошлого года Сначала были переговоры с авиакомпанией Белавия Потом подключились турфирмы Итог – 10 рейсов на этот сезон Очень многие белорусы летят из Киева Летят из Вильнюса, у кого виза есть Очень много из Москвы летят А так это же, я так считаю, что даже это и престиж страны Вот развитие разных направлений Удобный вылет из Могилева, говорят, не ударил и по карману Особенно тех, кто подумал о раннем бронировании или попал под акцию Были приятно удивлены, что получилось даже по цене дешевле, чем из Минска и Москвы На тот момент, когда мы покупали Пусть опять чаще рейсов будет Больше вот нам с младшей дочерью не хватило мест Поэтому мы не можем лететь А они взяли последние билеты Количество рейсов действительно может увеличиться Это диктует спрос В аэропорту готовы принять и самолеты большей вместимости Но это пока в планах уже на следующий сезон Для аэропорта всегда, когда самолеты летают То аэропорт зарабатывает на этим деньги Чем больше у нас рейсов, тем больше аэропорты зарабатывают денег Тем временем первая посадка на рейс в Анталию началась Как запланировано, ровно в 14.00 Честно говоря, тем, кто сейчас поднимается на борт самолета Немного, но по-доброму завидуешь Ведь совсем через непродолжительное время Всего лишь 2 часа 50 минут именно столько будет длиться полет Эти люди окажутся там, где море и много-много солнца Аэропорт Могилев в силах принимать по 12 рейсов за сутки А значит новых направлений может быть еще больше Кстати, сегодня идет проработка на зимний период Первых полетов в Египет Как говорится, по многочисленным просьбам Как это было и с Анталией Куда вот-вот отправятся туристы из Могилева Взлет разрешаю А пассажирам приятного полета И хорошей посадки Мягкой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»